Про сложности жизненные. Вот лезись и думаешь, пепся или куколёка? Блин, смешное слово куколёка. Пепся кусня, и куколёка тоже кусня. А может чёк апельсиновый? Чёк не так кусня, но тоже ничего. Сложный выбол. Не знаю, может этот котёнок ждёт своего хозяина, но если через минуту никто не выйдет, то я его заберу и убегу. Кто-то пишет, долго залипал на котика, кушающего скамейку, пока котёнка не увидел. А я сразу увидел, чё там сложного. Кто знал, что такую офигенную котуху можно найти на Алиэкспресс? Котуху, прикольное слово. Ну типа косуха, котуха. Кто-то пишет, ему теперь котобайк нужен для полного комплекта. Ты летящий вдаль, беспечный котик. Псс, кота не видели? И кот такой, псс, не пали. Самый опасный злодей вселенной. Генерал планета Грыз. Делаю планетам кусь. Пожиратель галактик. Закусываю чёрными дырами. Владыка лотков. Планеты созданы, чтобы быть лотками. Капитан Лысая Ножка. Ножка правосудия. Мега Кусикус. Вселенная канет в гигантский кусь. Лорд Тыгэдун. Погаснут звёзды, дрогнет Млечный Путь. Я, Тыгэдык, начну свой прямо тут. Путь. Хвататель. Я буду хватать и катать ваши планеты по всему космосу. Я перекатаю всю вселенную. А потом её буду катать. Кокун. Пук. Мы обречены. Ну вот, а мистер Марсинка там что-то утверждал, что он не инопланетянин, не инопланетянин. Вот вам доказательства. Сфинксы это инопланетяне. И да, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова. И у меня сосед что-то сверлит. Поэтому, если вдруг вы услышите какое-нибудь внезапное бжжжжжжж, то сильно не пугайтесь. Не знаю, почему он решил сверлить именно, когда я записываю, но куда деваться, я уже начал записывать. В общем, сегодня у нас подборка годных мемасов с котами. Поехали! Собака украла кусочек еды у кошки, и она прибежала ко мне на кухню, чтобы настучать и нажаловаться. Подайте на пропитание, нам котикам тоже нужно кушать, положите мне хоть что-нибудь. Может быть я даже пойду за вами домой, и вы заберёте меня, я мало ем, честно. Да по его бочкам видно, как он мало ест, и слюнявчику, который ни на что не намекает. Ты же собиралась худеть, я ем салатик. Ты смешала мясо, колбасу, картошку, грибы и майонез. Я ем салатик. Кассирша, карта нашего магазина есть? Я и так сориентируюсь. Ты дурак. А по сопельке не видно? А мне зарплату прописью писать? А какая зарплата? 15 тысяч рублей. Слезами пиши. Средний класс, друзья, средний класс, ничего вы не понимаете. Че-че-че-же-же-же-ю-и-р. Не понял. Извините, он не специально, просто дурачок. Это кот в камеру про своего хозяина говорит. Кто-то пишет, судя по морде кота, он единственный, кто работал на карантине так усердно, что уснул мордой в клавиатуру. Сынок, сейчас будем готовить тебя ко взрослой жизни. Ээээ... В прямом смысле готовить? Не надо. Водитель. У меня синяя Хонда Цивик. Я. Хорошо, сейчас подойду. Так же я? Хорошо, я знаю, что такое синий. Когда голодный, назаказывал себе всякой вкусной еды, и вот, наконец, в дверь... Позвонили! Чего он так удивляется? Типа неожиданно пришли? Я бы на его месте уже час в дверной глазок выглядывал курьера. В этом взгляде сконцентрирована вся любовь к еде во всём мире. О, а вот и еду привезли. Перевод. Пожалуйста, не выпускайте кота, чтобы он вам не мяукал. Он лжёт, он домосед. Кто пишет, мне нужен такой знак для моего котика по имени Крошечный Ужас. Прикольное имя. Он думает, что он хочет на улицу, но как только он выходит и слышит звук закрывающейся двери, то сразу бежит назад. А потом опять просится на улицу. А потом опять внутрь. Но это же суперпозиция котов, все же знают. Проснулся. Смотришь по сторонам. Эээ... Мэээ... Залейте в меня кто-нибудь кофе, я не согласен. Когда тебя оторвали от подушечки и вытащили зачем-то на эту дурацкую наружу. Не просто зачем-то, а на балкон. Пофоткаться. И так каждый раз утром. А я вообще спал? Спал ли я? Да вроде спал. А вообще, хрен его знает. Кто пишет, что вообще такое кошки? Еще кто-то пишет, все на этом фото лучшее, что я когда-либо видел. Да, прикольная фотка. Многослойная. Пятилетний я, рассматривающий наборы лего роботов на витринах магазинов. А слюнки-то потекли. И рядом такая же фотка 25-летний я. Мой друг, который доверяет мне все свои секреты, потому что я умею хранить тайны. Я, который каждый раз их забывает. Такая же фигня. Мне бывает кто-нибудь что-нибудь расскажет и такой, ты только никому не говори. Я такой, да, да, хорошо, ушел и через 5 минут забыл вообще, о чем мы разговаривали. Ты все еще хранишь мой подарок? Да. Я думал, ты выкинула все, что со мной связано. Плюшевый мишка не виноват, что ты дурак. Ля какая. Когда остаешься наедине с незнакомым человеком? Эм, 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 погоду не слышал на завтра. Скажи мне что-нибудь теплое и ласковое. Зайчик. Мало. Стадо зайцев. Все вокруг. У меня крутой комп. Как у него глазки блестят, вы только зацените. А у меня плойка. А у меня последний айфон. Я. Не очень хочу хвастаться, но мама купила мне носочки. Когда пукнул в комнате и уходишь, чтобы никто не понял, что это ты. А ты один живешь. И кот такой, а? Чего? В смысле? Пошло оно всё к чёрту! Создам свою страну! С вискосом и когтеточками! Когда ты пролил молоко на пол, а кот всё слезал, и тебе теперь не пришлось ничего вытирать! Бро! Эмоции о первой половине 2020 года кратко. Офигеват, охреневат, негодоват, ля какая конфетка, непонимат, уже конкретно устават. Ну, чё надо? Занят я! Занят! Опять это наружу! Злюся! Мне нужна хоть капля спокойствия! Опять я всё сожрал! Я ж не делал нихрена, почему я так устал? Я просто... А-а-а-а-а-а! Когда твой мейн-кун немножечко волк-кун, прикольный у него брелок на шее, это, наверное, пульт от управления человеком. А прикиньте, у котов были бы такие пульты. И кнопки там пожрать, водички налить, пузико почесать, за ушком почесать и всякое такое. Когда тебе нужно идти завоёвывать Монголию, ну, для начала нужно выгулять кошку. Кто-то пишет, это что, кошачьи уши? Ну, да. Причём в натуральную величину. Просто тогда коты такого размера были. Косметику придумали в 1613 году. Девушки в 1612. Да не, девушки и без косметики прекрасные. Так что, девушки, если смотрите этот ролик, можете поддержать его лайком. Хи-хи. Препод, вы поняли, что я сейчас объяснил? Я, который сидел в своих мыслях с начала урока. Чё? Хочу есть. Мы только завтракали. Хочу опять завтракать. Ты станешь толстым. Что такое толстым? Это случается, если ты ешь слишком много еды, глупыш? Толстым звучит здорово. Хочу быть толстым. Почему мне нельзя трогать вишню? Она всегда запрещает мне трогать. Это вообще законно? Когда она уснёт, я перетрогаю всю вообще вишню. Буду трогать и катать по всей квартире всю на свете вишню. Черешню. И на фотке, по-моему, черешня. Ну, вишня, она более тёмно-красная такая. И оправдание для всех жрунишек. Я, в общем, съел котлетку, съел пирожок. Семь. Съел пиццу и маленькую шоколадку. Заел четырьмя вафлями. Ещё брокколи съем одну, чтобы пользой перекрыть. Ох, одной не перекроешь. Я увидел смешной мем и засмеялся. Мои родители. С невестками общаешься? Хе-хе. Вампиры когда осознают, что лунный свет это просто отражение солнечного света. Твою ж мать, ты чего наделал? Придворные, которые дегустировали еду королей, такие. Хоть бы не умереть, блин. Песенка, когда идёшь в магазин. Хочешь сладких апельсинов? Хочешь булочек ванильных? Хочешь тех орешков пачку за 500 рублей? Хочешь сыр голландский нежный? Хочешь той черешни свежей нет? Возьми сосисок пачку. Больше денег нет. Бать, я на права сдал. Так у тебя машины нет? Так у тебя есть. Так я и без твоих прав на ней езжу. Люди, пожалуйста, внимательно читайте инструкцию перед тем, как собирать свою кошку. Чтобы не было вот такого. Сообщение. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ору. Моё лицо, когда я пишу это сообщение. Кхм, да. Если бы ты жил в мире котиков и был котиком. Прекрасная погодка, думаешь, пойду-ка погуляю. Зашёл в Котабанг, снял немного налички. Купил пачку нежных кусочков соуси, от которых не устоять. Посидел с корешами на лавочке, поговорил о жизни. Прошёлся по историческим крышам города. Зашёл в уютную котыню за стаканчиком кофе. Купил билетик куда-нибудь на природушку. Вдохнул свежесть травы после дождя и остался встречать закат. Когда кушаешь вкусные штучечки и понимаешь, что надо поделиться. Но они же твои. Цивилизация-то хорошо, но природка-то... Природушка! Чистота кругом, красота. Никакой суеты. Свежий воздух, никаких идиотов и орущих алкашей. Природушка. Обожаю природушку. Улица вертикальная, улица горизонтальная. По-моему, это в Ростове, кстати. Да-да, я давно ещё видел этот прикол. У нас в Ростове реально я заходил на Яндекс.Картах. Есть такие две улицы. Училка по геометрии, увидевшая это. У меня сейчас сердечко остановится. Официант. Дети до 10 лет едят бесплатно. Мой отец. Ему вчера исполнилось 9. 27-летний я за столом. А вы при чём там заказывали чё-то алкогольное? Первая депрессия. Датируется вторым веком до нашей эры. Люди в третьем веке до нашей эры. И коты были с человеческими зубами. Маленькая английская буква L, большая И. Да, всегда их путаю. Бесит, когда на сайте на каком-нибудь регистрируешься, и там выдаётся рандомный пароль, и там вот такая есть буква, а тебе надо их переписать вручную куда-то. И ты такой сидишь, блин, это маленькая L, или большая И, или вообще единица, или палка. Что ты такое? Когда на скорости переехал лежачего полицейского, а он закричал. Ковбой приезжает в заброшенный городок. Перекати поле. Качусь. Я рандомно промяукал коту какую-то воодушевляющую речь. Кот. До слёз. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. А сосед, походу, услышал, что я записывал ролик и перестал сверлить. Ну, либо я был так увлечён мемасами и не слышал, как он сверлит. Поэтому, если вдруг вы слышали, как он сверлит, пишите в комменты. И не забудьте поддержать этот ролик лайком и подписаться на канал, если ещё не подписаны. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!